В Чувашии усиливается контроль за сделками в сфере оборота земель и сельхозназначения. В некоторых районах республики зафиксирована активность земельных спекулянтов и мошенников, которые, вводя в заблуждение владельцев земельных паёв, выкупают их за бесценок, а затем перепродают по завышенным ценам. Вчера наши журналисты стали свидетелями одной из таких баталий на сельском сходе юнгенского поселения Маргаушского района. Удобно расположившийся в зале молодой человек не из местных, но довольно активно вмешивается в ход собрания сельчан. То и дело прорывает главу администрации района Ростислава Тимофеева и местного главу Валерия Фомина, которые пришли для разъяснения вопросов, касающихся земельных отношений. При этом предъявляет доверительные документы на право выражать интересы одного из деревенских владельцев земельного пая и находиться здесь. Как стало известно, в течение трёх лет с участием данного человека в Чувашии совершено более 150 противоправных сделок с земельными участками сельхозназначения. И вот теперь он здесь, на Маргаушской земле. Дело в том, что в текущем году на магистральном нефтепроводе Альметьевск-Нижний Новгород, проходящем по землям сельхозназначения, запланированы ремонтные работы, для чего было решено предоставить территорию в аренду. Между заказчиком и райадминистрацией собирались заключить соответствующее соглашение. Но... Более 60 гектаров земель сельхозназначения попадают вот как раз над нефтепроводом, который подлежит замене. Здесь 20 гектаров – это земли муниципального распоряжения, муниципалитета, то есть районной администрации. И 40 гектаров – это земли невостремленных вливковых. Также на этом нефтепроводе есть земли, которые распоряжаются сельхозтоваропроизводителем, либо у них это долгосрочная аренда, либо госакту, которые до сих пор они на руках имеют сельхоз, бывшие колхозы, колхозы вернее. Также есть и долевики, с которыми вот эта подрядная организация, полностью же договора подписаны с ними. У нас этот вопрос возник в том плане, что вот при почте оформления появились вот эти серые перекупщики, и начали активно, вот один человек начал активно закупать, ну, оформлять уже от имени долевиков. Этот человек сегодня присутствовал, долевиков. Вот юнгельское сельское посетение, 4 человека, выписали доверенность на его имя, и он обещался, нам клятвенно обещался, что будет препятствовать. Деньги, вырученные от сдачи земли под аренду, местная власть намеревалась направить для решения насущных проблем сельчан. Это государственный политик же, все равно линейный нефтепровод, который существует, он, это же для блага всего, население не только Чувашской республики, например, Российской Федерации, даже за границу нефтепровод доходит. Поэтому здесь, в этом вопросе, вот позиция администрации, чтобы на эти, вот которые долевые земли, зарегистрировать за сельским поселением, как невостребованные земельные участки, и вступить в арендные отношения с этим подрядчиком. То есть, чтобы в сельском поселении, в бюджет района оставались эти деньги. То есть, здесь какой-то политизация, вот это, не обязательно было же, сегодня много было сказано, что эти деньги, они все равно в разрезе каких-то программ. Также здесь планируется, например, в этом году строительство спортзала, у нас где спортзала нет, около школы. То же самое, они сюда же приходят. То есть, это для жителей всего сельского поселения и района. Местную власть в этом вопросе, безусловно, поддерживают и сельчане, которые в ходе собрания высказались против серых перекупщиков и потребовали от соответствующих структур строже контролировать операции с земельными участками. Хозяином земли должен быть народ, а не перекупщики, заявили участники сельского схода. Медриковалев, Игорь Поручиков, Александр Петров. Республика.